девчонки всем привет давно обещала видео на тему моей посудомоечной машины как я к этому пришла как я взорвалась наконец-таки и терпение лопнула я ее купила как я сейчас ей наслаждаюсь какая у меня модель поэтому если вам все это интересно вы тоже задумываетесь о покупке посудомоечной машины или данной модели то посудомоечную машину оставайтесь продолжим пообщаемся на эту тему кажется каждый из вас хочет приобрести посудомоечную машину здесь конечно же вопрос день потому что все равно они дорого стоят даже наши бюджетные модели от 20000 до не каждая семья изыщет такие деньги да чтобы ее приобрести понятное дело что мы все бы готовили да а уже мыло бы вот или там вот пылесос какой-то приобрести на все это нужны деньги и место на кухне и поэтому я пожертвовал можно сказать этим шкафов которые у меня тоже блендеры всякие лежали и теперь все это по верхам холодильника лежит только ради того чтобы не мыть посуду как-то вот нужно на на что-то другом наверное сэкономить чтобы себе приобрести вот такое благо в качестве посудомойки вот то есть дать либо как-то в рассрочку взять но это я говорю потому что девчонки конечно же если уже образовалась семья и действительно здесь присутствует и детской взрослой меню то конечно же вопрос покупки посудомоечную машин в какой-то момент стает ребром мне только мамы быть мало я сейчас осваиваю кондитерское направление сидя в декрете и конечно же мне нужно выкраивать время для того чтобы какие-то уроки проходить до после после кондитерки и вот действительно посуду мыть мне вот уже вообще некогда и классно что это знаете такой труд в общем такой круговорот этой посуды идет если например я строила дом по кирпичку я уже давно дом возвела да потому что это какой-то вот бестолковый что труд который можно просто реально делегировать посудомоечную машину а в это время допустим заняться самообучением или например записывать видео ролики в youtube дать имя сейчас занимаюсь поэтому если у вас есть возможность или хотя бы стремитесь к этому приобретите посудомоечную машину она действительно разгружает именно вот все наслоил с рождения второго ребенка и я поняла все хватит хватит тратить на это время мне наслаждение доставляет готовить каждый раз то есть вот за семь лет брака представьте я не устала но не устала и вот четыре года мы детьми живем и у нас всегда все свеженько вкусненько то есть второй раз у нас как-то вот никто не будет есть то что вчера было приготовлено из-за соображения свежей и из-за потери витаминов мы выбирали бюджетный класс потому что денег у нас там практически не было все домой к значит у меня электролюкс модель где-нибудь здесь напишу моя посудомойка 45 сантиметров просто потому что катастрофически на кухне нету места в общем посудомоечная машина вот у нее и с и 94 200 л он низкий раз расход электроэнергии это класс а получается класс качество мытья максимальное качество а класс качество сушки вот здесь вот уже идет четвертый уровень d номинальная загрузка 9 расход воды 9 и 5 здесь в общем два отсека для таблеток и для ополаскивателя ополаскиватель мы не пользуемся практически то есть она мне кажется больше для стекла нужно и но у нас с таблеткой финиш я буду хвалить их они и так посуду в общем чистая без всяких ополаскиватель вообще я считаю это ненужной траты денег на данный момент да вот здесь вообще меня таких два выкатных ящика сразу из минусов могу сказать вот это вот отдельная штука здесь еще вот такой вот ручка есть она нам мешается в общем она отдельная она мне нравится вот для столовых приборов классно когда есть отдельный третий выдвижной ящик вот это вот огромное неудобство который также вот тяжело все разместить это вот я сейчас готовил бисквит в общем суп варила и вот получается вот я сейчас ее загружаю вам записываю видео вот это вот главный первый минус который я здесь заметила здесь также вот получается вот эти вода получается брыжется вот в этих штучках пропеллер внизу и наверху есть и посуду нужно складывать так чтобы если у вас какой-то вот предмет например от чашки ручка выйдет то она застрянет и посуду вас не вымоется обратить на это внимание то что нас вот я по невнимательности первые разы такое делала и у нас в общем посуды иногда не вымывалась во втором выкатном ящике значит у нас вот этого для бокалов идет ножки устанавливать но мы используем если вы какие-то вещи там не положишь вот опять из неудобств вот такие ножи чем они туда не но не складывается не помещается получается мы их сюда складывают этот недостатку вот здесь еще раз до проявляется еще в электролюксе даже с финиш таблетками очень плохо вымывается вот например я варил сейчас курицу куриный бульон и остается вот этот вот белок до который прилипает я его сейчас сполоснула белок но чтобы он не засыхал да пока там посуду до вечера соберется в общем плоховато отмывать с кастрюли давайте проведем эксперимент по моим я вам тоже покажу как отмылось вот специально для вас составляет на вот эти большие шметки я желательно естественно ну споласки чтобы они не копились посудомойки вот здесь нужно все вниз складывать чтобы вот эти пропеллер пропеллер с водой не вот это вот все все днище отмывали не копил здесь вода здесь в основном у нас чашки какие-то блюда кастрюль кастрюли могут быть то есть все что можно вот так перевернуть вверх дном и помыть вот а вот эти штучки игры мы используем очень редко когда бокал вот здесь вот втыкаем и вот складываем какие-то лопаточки что-то если не помещено не поместилось деревянную посуду здесь мыть нельзя потому что она раскрескивается и из 111 из бонус вот может видите вот здесь вот ребро здесь можно выше и ниже поднимать вот этот регулировать высоту что помещался если что-то там высоко вот эту регулировку есть плюс вообще я довольна на 5 с плюсом даже шириной 45 сантиметров то есть мне сейчас даже занимаясь каким-то кондитерским делом не хватает всего конечно же если мы будем куда-то переезжать дети растут нам уже будет нужна 60 я конечно был трехсекционную приобрела посудомойку где вот столовый прибор бы отдельно были вот но естественно чтобы вот не битком от все складывать а все вымывался лучше так и посмотрим с вами вот очень интересная тут схема по загрузке машины получается вниз мы кладем тарелки изображено как это происходит да то есть это в каждый ряд можно установить либо вот сковородки кастрюли низом то есть дном вверх до тарелки либо вот такой вот можно стоять но и вы знаете вы уже интуитивным путем когда пар тройку раз помойте поймете как можем делать как нельзя но схема изображена вот рассказано здесь для столовых приборов нужно ножи вниз класть и в специально сетчика ручку мы убрали потому что нам неудобно и по поводу верхней полки то есть те вещи которые не помещается на жили половники мы его также абсолютно кладем наверх потому что здесь нет 3 полочки и вот эти вот подвижные показывается полочки до которым можно убрать если высота высокая там кастрюль или ложь каких-то действительно вот так можно двумя рядами складывать чашки да они помещаются чашки так вот этой вот сеточки по моему здесь не было но там достаточно и так хорошо все стаканчики лежат да что тут просит я вам не могу сказать не помню так это вот схема изображена может быть кому-то будет полезно по поводу диаметра тарелку наверху 24 20 можно и внизу 2731 чтобы не мешать как раз вот этим вентилятором работать пропеллером да с водой вертушкам с водой чтобы можно было работать без каких-то вот они изображены черным чтобы эти вертушки кружились и не мешали работе посудомойки ну и все и вот здесь вот получается ставьте вы таблетку вот здесь вот нажимаете кнопочку и здесь есть различные режимы и к экономии воды и электроэнергия здесь есть предварительная мойка мойка 50 градусов ополаскивание и сушка обычная загрязненность посуды и расход воды девять с половиной мы пользуемся normal она где-то полтора два часа идет обычная загрязненность тоже входит предварительная мойка 65 градусов ополаскивание сушка интенсивная 70 градусов 70 градусов до интенсивно это сильно загрязненность посуда столовый прибор кастрюли сковороды продолжительность уже идет 160 минут то есть это получается почти три часа расход воды 13 14 литров 30 минут и что есть вот этим даже не пользоваться что-то вот холодной водой да и и значит вот этого 30 30 я пользуюсь это когда совсем да действительно чашки от чая сполоснуть что-то мойка 60 65 и расход воды 8 литров и программы которые еще ни разу не пользовалась она называется p5 значит программа и степень загрязненности все стипы загрязненность просто предварительная мойка то есть дополнительно включается мойка и уходит 4 литра воды сейчас будет бесплатная реклама финиша в общем мы довольны вот этими таблетками они стоят 60 650 700 рублей вот 65 таблетка одна таблетка выходит в районе 10 10-15 рублей да получается ну что 50 650 65 таблеток да получается одна таблетка стоит в районе 10 там 12 рублей представляете вся ваша посуда не стоит таких жертв которым каждый раз приносили получается здесь вот такая трехслойная таблетка идет здесь написано борется с любыми загрязнениями усиливает действие таблетки для удаления даже пригоревшей пищи действительно это так вот самые классные таблетки но считает что они химические термоядерные посуда от них не пахнет она скрипучей чистой и 10 рублей за таблетку я могу найти мы по акциям в пятерочке либо в ленте покупаем поэтому вот рекомендую начать вот с этих касательно дешевых таблеток которые вы знаете 60 штук вот такие вот ленты мы брали они в пределах 300 рублей стоит в общем я вам сразу говорю не тратя свои деньги это посудомой эти таблетки вообще ничего не отмывает то есть бюджет должен быть на таблетке где-то 600 рублей брали мы также самат фирма тоже мне не понравилось пахнет химией ничего не отмыло поэтому нет а ферри таблетки мы не брали капсулу там существует не таблетки а капсулы для мытья посуды все жалуются на чистый но химический запах который впитывает себя посуда и ну что на часах как обычно 8 9 часов вечера у нас вот всегда такая картина посудомойка вся до до завязки забита в общем устроим сейчас ей настоящий тест-драйв а утром посмотрим как это все отмылось честно говоря здесь нужно какой-то вообще шахматные шахматный склад ума да и вот кружок когда-то я на шахматный ходился мне действительно пригодился потому что просто посудомойка 45 сантиметров небольшая да и нужно как это все уложить так чтобы был вроде не нагромождение и все это отмылось в общем давайте с вами смотреть сегодня мы ужинали я готовил котлетки ребенку и мужу то есть вот здесь вот сковорода без ручки такая лежит потом прям вот с нагаром ведь каким я не стала специально отмывать там крупный мусор то есть от панировочных сухарей прилипло давайте специально оставим от мой цели нет здесь я фарш прокручивает кухонный комбайн получается меня здесь курица сливки жирная и что там приправа какие то есть и жирности здесь были сливки 10 процентов вот здесь вот это у меня блендер так как я кондитер на дому здесь у меня какао-масло застыло узнаете прям она такой при комнатной температуре вот в общем она уже застыла я готовился белый шоколад получается блендер от него это вот верхняя часть там вниз покажу тарелки естественно где мы кушали получается да картофель здесь был котлетки здесь вот тарелка из-под супа из-под обеда это мы вся в масле от жарки котлет получается крышка это ребенок у нас ел задвигаем нижнюю часть давайте посмотрим что наверху наверху в основном я кладу чашки и получается вот это вот тоже это я месил белый шоколад он получается тоже испачкан в какао масле здесь нор нож от фарша чашки наша тоже от фарша крышка вот это тоже там все белый шоколад смешивался в общем там свой процесс был это же блендер тоже вот белый шоколад что вручную отмыть просто труба включим с вами нормальный режим 65 он где-то полтора часа два идет интенсивно не будем давайте просто с вами ради эксперимента посмотрим ну вот при нормальной при такой вот программе отмоется вот это все наши с вами грязь или нет вот еще один плюс почему нужно иметь посудомойку потому что это освобождает ваше личное время мы сейчас семьей будем пить ароматные зеленый чай с мелиссой и вот с этим пирожным баунти домашним что настало утро давайте с вами посмотрим как отмылась наша посуда так вот здесь вот видите вода сливаем здесь у нас был фарш напоминаю все чисто все от какао масло пожалуйста отмыто чисто так посмотрим с вами сковородку пожалуйста капельки от воды сейчас набрызгала идеально чистая сковорода все скрипучит сухой чистый в общем давайте верхний слой посмотрим пожалуйста все чисто блестит замечательно так вот нож кстати не очень отмылся можно сказать вообще не отмылся но наверное его не правильно может положила чем такие вещи случаются лопатка из-под шоколад тоже вымото чашки все чистые я нож правильно положила здесь в центр полу где вертушки все чистенько здесь было какао масло такой вот результат сейчас просто все разберу положу по местам нож мойки отмоет и так снова видео вечер давайте еще раз продемонстрируем например что вторую я сложила вот так вот я сложила получается крышки да здесь я готовила крем для торта сегодня здесь тоже вот крем малиновый жирный доска на которой какао масло резался я имею ввиду вот по жирности да будем с вами смотреть ободок от мяса белковый налет он смоется или нет специально сильно не смывал как бы желательно вот этот белок весь убирать то есть я перевела бульон процеженный сюда кастрюлю в которой варился все вот давайте с вами посмотрим она отмоется финишем и посудомойка электролюкс или нет проведем небольшой эксперимент ну и тут вот ножи получается нож тоже от крема от блендера половник сверху и я вам говорил то что от лопатки не умещать лопаткой ножа картошка очистил ставлю опять на нормальную загрузку то есть ставим с вами на 65 давайте сейчас еще таблеточку положу не ребенок помогает и так посуду помылась и это я вам сделала чисто для обзора по поводу электролюкс вот этой бюджетной версии как я считаю как отмывается кастрюля чем кастрюли в основном отмывается вот они такие чистые блестящие горячие вообще никаких вот к ним вопросов нет если там не то есть не готовил что-то достаточно сложное то есть они вот чистые такие крышки блестят горячие без всяких ополаскивателей все просто шикарная блестящие чистые так ради чистоты эксперимента честного обзора данной посудомойки я вам говорил то что давайте вот просто в нормальном режиме это все помоем то есть 65 градусов не интенсивно 70 как вы видите то что вот здесь вот крышка курица такая домашняя довольно жирная не отмылась вот в общем крышка да то есть это нужно интенсивный режим включать и получается вот кастрюля оставляет ободки вот этого белка про который я говорил да то есть это у нас дело не отмылось кастрюлю придется перемывать здесь вот получается видите какая чистая крышка все в порядке блестит без всяких ополаскивателей да он там кое-какие брызги остаются но не страшно в общем она блестит чистая и здесь вот тоже тоже было значит вот это вот отфильтрованный куриный бульон и не совсем чистой кастрюли итак давайте посмотрим когда во второй раз при 70 градусов помыли что с кастрюльми получилось в общем я вам говорил то что вот недостаток вот именно когда мясные бульона получается я ставлю сразу в принципе на интенсив 70 и выходит такие кастрюли в принципе чистые да вот но здесь вот есть вот такие вот разводы то есть кастрюль сама по себе хорошего качества вот то есть сюда нужно уже приложить ручки и помыть соды там какой-то соды каким-то абразивом губкой нужно будет ручками уже это все домыть и отмыть и тогда она будет чистая чем электролюкс для меня вот с кастрюлями с мясными бульонами не работают вот эта кастрюля родили она не очень по качеству по металлу да она прям бюджетная тоже версия вла здесь было компот как-то раньше поэтому чуть окислилась да и вот был вот куриный бульон и здесь уже конечно она вообще как бы отмылась здесь уже про сама кастрюля металл качества не очень вот она чистая перемывать не нужно в общем девчонки решайте брать вам такую посудомойку нет когда получается белок уже приварился кастрюле то он не не очень хорошо в данной модели посудомойки отмывается если у кого-то не было посудомоечной машины то здесь вот объясняется что здесь внизу есть фильтр который накапливать сетечка который необходимо вот промывать от остатков еды периодически да вот здесь вот еще сетку снимать вот такую мыть но это я все керхером планирую делать у меня пара очиститель есть затем вот здесь вот ополаскиватель вот чтобы стакана не блеом показывал крышки до в капельках для этого используется ополаскиватель но нас принципе устраивает что и так все блестит и здесь необходимы также вот специально фильтра внизу есть куда засыпается соль и необходимую машину вот так вот обслуживать вытирать все все и все я вам рассказала по посудомойке будет какие-то вопросы пишите отвечу тогда в комментариях все всем пока пока